Большие тренажерные залы абсолютно бесполезны для трансформации тела. Ну что, друзья, всем привет, всем привет! И сегодня поговорим в продолжении предыдущей темы, которая была о тренажерных залах. Насколько тренажерные залы бесполезны для трансформации тела? А то есть о пользе и бесполезности тренажерных залов, оснащенных большим количеством различного оборудования и тренажеров. Вам доводилось видеть в клубах завсегдатаев различных тренажерных залов? Думаю, что да, доводилось. Есть среди них, конечно, весьма спортивные ребята и девушки с прекрасным телосложением, но таких абсолютное меньшинство. И как это ни странно, они очень часто не являются завсегдатаями. Завсегдатаями. Ну, такими завсегдатаями, которые лояльны одному и тому же клубу. Год там, год сям, и это нормально. Они в поиске. Им не важен зал как таковой. Они могут везде тренироваться. Я сам из их числа. В нашем городе не было ни одного спортивного клуба или крупного зала, в котором я в тот или иной момент времени не тренировался. Все определялось только удобством и расположением в тот или иной период. То ближе к дому, то ближе к залу, где тренируюсь в ММА, карате и так далее. То вообще арендуемый моим клубом зал, где я тренирую боевые искусства, просто располагался в здании самого спортивного клуба. И поэтому я там и занимался. Вот так и получалось. И знаете что? Мне это вовсе никогда не мешало прогрессировать. Ни один из клубов не отличался для меня от другого. А все потому, что дело вовсе не в клубе. Дело вовсе не в клубе. И не в залах этих клубов. И не в разном их дорогом оборудовании, которым они так сильно гордятся. Мне абсолютно все равно, что там у них разного. И какими дорогими или престижными тренажерами они различаются между собой. И выеживаются друг перед другом. Все наоборот. Мне интересно только то, что в них одинаково. А знаете что? Того, что почти всегда уходит на последний план для новичка, который попадает в ловушку маркетологов этих залов или клубов. И того, что интересно тем, кто реально соображает в том, что реально работает. А это свободные веса и зона функционального тренинга. Оснащенные перекладинами, брусьями, снарядами для кроссфита. Все. Больше ничего не нужно. Но может быть я здесь упустил из вида еще многофункциональную скамью, на которой можно регулировать угол наклона. Вот она конечно очень важна. Это безусловно. Лучше, если есть и то, и другое. То есть и свободные веса, и зона кроссфита, и функционального тренинга. Это идеально. Если нет ни того, ни другого, то для меня это вообще бесполезное учреждение. Есть что-то одно, ну потянет. То есть можно заниматься. Но уже будет неполноценно. Да, жаль конечно. Ну и в таких клубах тоже можно заниматься. Почему бы собственно говоря и нет. Так вот, я начал с того, на чем же в основном занимаются те, кто реально чего-то добиваются. Но понаблюдайте. Вы поймете, что как минимум 80% всего тренинга они занимаются со свободными весами или с массой своего тела. Это точно. Можете проверить. Вот прямо с секундомером, посекундометрируйте, как занимаются ребята, которые реально хорошо выглядят. А с чем тренируются те, кто не добивается ничего. Вот они всегда сидят. На тренажерах на каких-то там. Да, тренажеры не пустуют вообще никогда. Они всегда найдут желающих потренироваться с комфортом. Но безо всякого толка. Нет, я не скажу, что тренажеры не нужны. Но они могут являться только дополнением к свободным весам и калистенике. Вообще тренажеры, они помогают подвестись профессионалам. Восстановиться после травм. Помочь вообще немощным. Разнообразить тренинг опытным. Но в любом случае, это только дополнение. И причем совершенно не обязательное. Тем, кто тренируется 3-4 раза в неделю и не мечтает о подиуме или карьере фитнес-модели, тренажеры не нужны точно. 100%. Но именно ими и заманивают своих потенциальных покупателей клубных карт опытные продавцы от спорта и ЗОЖ в спортивных клубах. Они проводят экскурсию по клубу и с особой гордостью показывают свои тренажерные залы, бравируя брендами, разнообразием, стоимостью, попаданием в тренд и моду, когда показывают свои бестолковые, для абсолютного большинства занимающихся, тренажеры. Среди которых бывают даже и такие, что сами инструкторы спортивных залов не в состоянии сходу понять, что и как на этом вообще можно тренировать. И вот покупатель, очарованный таким набором бесполезного для него металла, уже готов. Ну а как же? Ведь все так круто оборудовано, по последнему слову, короче. В итоге всегда одно и то же. Бесполезное нарезание кругов между спортивными тренажерами в надежде, что они сами своей крутизной, ценой и престижностью все сделают за пользователя. А как иначе? Ведь их придумывали специалисты, эксперты. Только это были специалисты и эксперты в области обустройства залов и впаривания различных услуг. Вот это и нужно понимать. Если бы от всех этих тренажеров было больше толку, чем от свободных весов и калистеники, то все тренажерные залы просто кишили бы людьми спортивного вида, подтянутыми, подкачанными, сильными, выносливыми и тому подобное. Что-то не наблюдается картина такой. И прям противоположная картина в простых залах, где кроме простого железа, гантель, гирь, штанг, нет ничего. Вот там как раз все самые спортивные парни и девушки. А почему? Да потому что в таком зале негде и некогда заниматься фигней, циркулируя между бесполезными тренажерами. Таких же спортивных парней и девушек, мужчин и женщин можно встретить и на площадках по стрит-воркауту, и в зонах функционального тренинга и кроссфита. И опять же, по тем же самым абсолютно причинам. Вот и подумайте сами, что выбрать. Бесполезную фешенебельность в комфорте или эффективную функциональность в простом, но брутальном зале. Ну, все только от того, в чем ваши задачи и приоритеты. Если хотите время скоротать или там убить время, хотя время ведь убить нельзя, оно же никак не может умереть, умирают люди, то это одно. Желаете реально поменять себя и свою жизнь к лучшему, то это уже совсем другое. Вот именно от целей и задач все и отталкивается. Кстати сказать, очень сильно зависит и цена абонемента от того, насколько оснащен зал. Сами понимаете, что оснастить зал в сотни квадратных метров тренажерами, каждый из которых стоит многие десятки и сотни тысяч, а иногда миллион и более рублей, это огромные затраты. Как вы думаете, за счет чего или кого эти затраты планируются окупать? Да ясно, что за ваш. А ведь тренажеры быстро морально устаревают, уходят из тренда, а потому их регулярно обновляют. Ну, пусть не каждый год, но регулярно. Но вы сами все понимаете. В итоге, стоимость абонемента определяется не теми услугами, которые нужны вам, а тем, что вам вообще не нужно для того, чтобы достичь тех целей, за которыми вы приходите в зал. То ли дело, гири, гантели, штанги, что с ними случится? Они служат десятилетиями и ничего с ними не произойдет. То же самое и касается петель TRX, канатов, тумб, покрышек, молотов, брусьев, перекладин и т.д. и т.п. Все это не знает сноса, а по эффективности превосходит многократно самые навороченные тренажеры. Соответственно, окупаемость такого оборудования гораздо более быстрая. Амортизация минимальная, а замена не нужна десятилетиями. Поэтому стоимость абонементов в такие залы может быть в разы ниже, чем в оснащенных залах по полной программе. Лично у меня есть такие гантели, которыми в молодости тренировался мой отец. Они в полном порядке. И при желании их можно будет передать даже по наследству и правнукам в том же состоянии. Во многих странах с развитой культурой спорта и ЗОЖ это уже давно поняли. Самые посещаемые залы именно те, где все просто до предела. Часто такие зоны размещаются даже в ангарах или даже под открытым небом. Но есть и поудобнее, что тоже хорошо, так как минимальный набор услуг в виде раздевалок, туалетов, душевых, ну или спортбарчика какого-нибудь маленького, это реально тоже важно. Особенно у нас в России, где погодные условия не позволяют заниматься круглый год под открытым небом. В полном объеме. Это уже даже за пределами спартанской атмосферы будет. Поэтому зал все-таки необходим. Тем более, что многим нужна поддержка единомышленников. И движуха, которые являются дополнительными мотиваторами и факторами дисциплины на тренировке. В завершении отмечу, что многие тренажеры придумывали, конечно же, не дураки. И они действительно полезны, а некоторые даже незаменимы. Но для весьма продвинутых юзеров, для профессионалов, а некоторые для травмированных, ослабленных и инвалидов с ограничением какой-то подвижности или отдельных двигательных функций. Если вы из их числа или готовите семистать, извините за черный юмор, для ряда перечисленных выше категории, то да, эти тренажеры вам необходимы, они понадобятся. Но опять же, все эти тренажеры смогут заменить всего лишь два. Это комбинированный тренажер для ног и блочный тросовый кроссовер с верхним и нижним блоками. Вот и все. Да и то, если честно, это блажь. Можно совершенно спокойно обойтись и без них. Сейчас во всем мире самых красивых, выносливых, ловких и здоровых людей можно встретить именно в таких залах, где все предельно просто и эффективно. В традиционных залах с горами тренажерного железа тренируются или те, кто ничего не добьется никогда, или профессионалы-культуристы, и те, кто хочет быть похожими на культуриста. То есть те, кто, нахимичившись, растит себе горы мало на что пригодного мяса. Тут вообще очень мало от здорового тела, зожа и спорта вообще. Такие ребята и на девятый этаж по лестнице будут забираться с остановками. А уж о пробежке в 10 километров хотя бы за час им вообще можно забыть. Я уж умолчу о паре тройки раундов в ринге или на борцовском ковре. Вот так вот, поймите, все самые-самые в других залах. Они в залах функциональной подготовки и калистеники, в залах кроссфита и боевых искусств. О последних я расскажу отдельно. А пока напомню, максимальная эффективность в простоте. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...